Приветствую вас, это программа «Сделанная в Вятке» на часах 13.07. Меня зовут Владимир Сметанин, исторический экскурс. Мы сегодня будем совершать уже по традиции вместе с Евгением Питуниным, историком, краеведом, руководителем Музея инженерных наук ВятГО и президентом Вятского ретро-клуба. Добрый день, Евгений Эмбертович. Добрый день. Ну вот видите, как хорошо, да, на улице как-то. А что хорошо, я не заметил. Ближе к маю, но как-то вот уже больше, больше, больше на весеннюю обстановку все походит происходящее в областном центре. Нет? Нет такого ощущения? Даже не верится, что через пару дней будет плюс 20, но вот завтра байкерам придется померзнуть. Байкерам. Это уже Евгений Эмбертович сообщает о том событии, от которого мы сегодня оттолкнемся и туда, вглубь-то историю стремимся. Итак, тема сегодняшняя. Открытие в Кирове мотосезона 2017 посвящается. История мототранспорта. История мотоциклов на Вятке. Да, история мотоциклов на Вятке. Да, ну пару слов о завтрашнем событии. Мы о нем уже неоднократно говорили. В полдень ровно на Театральной площади. Соберутся байкеры. Официальное название мероприятия стутбайк. Но соберутся все желающие байкеры. Будут мотоциклы от самых последних. А то ретроаппаратов и самодельных трициклов. В общем, есть на что посмотреть. Вы что-то что-нибудь выставите? Выставим. Выставите, да? Какие-нибудь экземпляры любопытные? В общем, приходите. Завтра будет интересно. Сразу же хочу спросить. А вот мероприятия такого формата, такие сборы мотоциклистов в одном месте, они когда вообще появились в нашем городе? Возникли? Вот так для завтра. Вообще сборы мотоциклистов имеется в виду организованное? Да, да, да. Нет, нет, вот так, чтобы собрались где-то в одном месте, как-то пообщались, себя показали, чтобы народ пришел поглазеть. Как это такое? Нет, ну тут есть два вида. Организованное байк-шоу и мероприятия появились в 90-е годы, когда возникли уже относительно серьезные байк-клубы, когда были организаторы, когда стала появляться серьезная техника. Серьезная, имеем в виду импортная? Импортная, да. Серьезных брендов. Второй момент, когда были объединения байкеров, когда они назывались еще не байкеры, а рокеры, когда возникли первые рокеры-клубы, когда они стали стихийно выезжать. Это были 80-е годы. Возьмидесятые годы. Рок-н-ролл, мотоциклы, слои, мотоциклы, сетный магнитофон на плече, мотоцикл Ява с загнутым задом. Но об этом попозже все начиналось гораздо раньше. Да, я хочу еще мнение свое, если позволить. Вот я почему-то недопонимаю, почему такой интерес вообще к мотоциклам. Почему это вызывает массу интереса? Люди приходят, вау, круто, мотоцикл. Какое-то особое отношение. Ну, что, техника и техника. Трудно сказать. Откуда вот это такое особое? Машина – это такой, как их байкеры называют, диванище или раньше называли. Машина – это такой филиал маленькой квартиры. Это действительно диван на лесах. А мотоцикл – это живая душа, это дра, в общем-то, ближе к животному, ближе от кошади. Больший риск какой-то, да? Да, если говорят, что четыре колеса везут в ваше тело, то два колеса везут в вашу душу. Ну так, устоявшаяся фраза. И с другой стороны пишут, что символ свободы, символ скорости, символ независимости. И во многих фильмах также вот именно этим символом был мотоцикл, начиная от изи-райдера и заканчивая там терминаторами. Терминатор. Был героем фильмов. Поэтому я считаю, что даже и далекие от технических вещей девушки, они понимают прелесть мото-дизайна, с удовольствием фотографируются возле или на хороших мотоциклах. Не обязательно. Но на красивых дорогих машинах, на фоне их, они тоже. На машинах как-то это все банально. А на мотоциклах, причем не только сейчас, когда уже там действительно большие, красивые, блестящие мотоциклы, вот эта тенденция была и в 20-е годы. Если смотреть старинные фотографии с мотоциклами, то и в 20-е годы, в Германии, очень хорошо девушки вот уже даже на тех мотоциклах позировали. Не знаю, хоть бы найти один вяз и снимать. Пока не удается. Одни суровые мужики и в комбинезонах, и в кожаных шлемах, и в крагах. Ну давайте устремимся сюда как раз-таки, в глубь-то истории, да? В глубь, давайте. Останемся в нашем городе. Вятка. Это еще Вятка была. Вот, к сожалению, не установлено. И, может быть, удастся найти нам фамилию первого владельца мотоцикла. Ну, он, видимо, так вот масштабно не прозвучал, как купец Козьма Лаптев, который обзавелся первым автомобилем в 1906 году. Тем не менее, вот был первый автомобиль, и уже были первые мотоциклы примерно в 10-е годы 20-го века появились. Вот, сто лет назад, считаю. Если, да, если в, там, быстренько все машины от отсутствия сервиса от наших вятских дорог, они скончались мирно. А в 10-м году, по данным вятского полицеймейстера, на Вятке насчитывалось 10 мотоциклов. То есть это такой уже для нашего небольшого города, это уже такой нехилый байк-клуб был. Я полагаю, что все они были между собой знакомы, может быть, и выезжали вместе. А до одному вообще было опасно ездить, потому что вообще вот быть байпером, тогда байперами, конечно, их не называли, мотоциклетчики. Мотоциклетчики. Или самокатчики. Ну, по-разному. Самокатчики, это ближе к военным мотоциклам. Вот и самокатчики, они действительно были людьми отважными, потому что выбираться куда-то за город было весьма проблематично, так как всегда были конфликты с крестьянами. Крестьян было... А в чем конфликт? Это сейчас поля пустынные, тогда крестьян было множество, и все они вдоль дороги чего-то там пасли животных, поселили траву, ездили на лошадях и пугали. И поэтому часто бывало, что вот где-то в районе Филей и крестьяне просто вставали с вилами, цепью навстречу и не пускали. А обратная связь была, это в магазинах продавали для тех мотоциклистов того времени, видимо, и это небольшие компактные револьверы, ну, от собак, ну, на всякий случай, хлысты и прочую амуницию, чтобы вот себя обезопасить. Револьверы? Револьверы, огнестрельное оружие? Огнестрельное, ну, огнестрел вообще продавался тогда без разрешения, но именно для мотоциклистов формально было для отгона собак, потому что ведь и собаки были непривычные, еще генетически у них мотоциклам... Они и сейчас, по-моему, как-то агрессивно во многих случаях относятся. Тогда еще не придумали баллончик с перцевым газом, вот поэтому... Ну, и были первые мотоциклы сейчас. Да, что это было за технику? Конечно, все они были импортные, но, может быть, вот, если повезло, то наш завод, который сейчас называется АвиТек, перед этим назывался 32-й, по-моему, завод, а до этого он назывался ДУПС. Вот он производил велосипеды в начале 20-го века, ну, и мотоциклы. Неправда, что говорят, что в России до революции мотоциклов не было, производились, конечно, но в основном были импортные. Даже первые мотоциклы Харлай и Дэвисон, Индиан, Вандера, Роте и Амарке, они поступали в Россию, но купить, конечно, можно было скорее всего в столице, в Петербурге, и привезти сюда... Это, ну, на железной дороге, в железной дороге, там система все-таки была уже развита, но это были машины, которые сейчас бы больше подошли под классификацию мопед. Мопед, то есть небольшой двигатель, ну, двигатель мог быть и большим, но маломощным, например, были даже четырехцилиндровые мотоциклы, рама больше походила на велосипедную, был из жести, обычно плос и спаян, была даже ременная передача нецепная, вот, хотя могло быть четыре цилиндра, но мощности считалось достаточно, и в одну полторы лошадиную силу, это вот движок велосипедный фактически, тем не менее ездили. На самых ранних еще, что интересно, даже не было фонарей, обычных привычных электрических фар, наоборот, была лампа на... Ну, кто в школе хулиганил, тот знает, орбит, помню, собирали, где-то у сварщиков запихивали, поджигали, все это весело очень пузырилось, и пело, и горело потом. Вот была лампа орбитная, то есть засыпался этот орбит, потом выделялся газ, ацетилен, и его поджигали, и вот с такой лампой, ну, может быть... Ну, это же небезопасно. Нет, небезопасно, метра на, там, два-полтора, может быть, перед лесом что-то было видно, но вот надо было... Это вообще вот до сороковых годов-то и лампы. Что вообще-то интересное изобретение, такая лампа? Ну, светилось, горело, газовые рожки, в основном-то ведь города освещались газовыми лампами, и первые автомобили имели-то, и вот такой мотоцикл надо было вывести, его с жутким ревом завести, пугая половину улицы, куда-то поехать. Но, тем не менее, это ведь не просто вот, там, и это, тогдашние гопни, и, во-первых, это люди состоятельные, потому что, конечно, мотоцикл... Не каждый мог позволить. Да, купить Харлей, там такая реклама, это вы бы видели, вот, к сожалению, на радио не показать, как все расписывалось, какие бы... Даже с колясками, представляете, полторы лошадиных силы и с коляской вот могли везти куда-то. А правила предъявлялись? Да, конечно, конечно. Первым автомобилем-то тогда уже были у нас правила в вятке дорожного движения? Конечно, были, принимались и постоянно менялись. Номерной знак должен был тоже быть присутствовать, да? Какое-то обучение, определенный возраст, требования к здоровью, приоритет был пешеходного движения, гужевого, а потом уже... Ну, хорошо, что не было в Англии, когда тормозили движение автомобилей, что перед машиной должен был идти человек с лошком по городу. И не больше, представьте, перед мотоциклом, если бы человек... Ну, ладно, это и в Европах не было, и у нас. Ну, вот, я вернусь, что первый самый неизвестен владелец, но люди, в принципе, были весьма выдающиеся. Например, одним из первых байкеров, то есть мотоциклистов по тогдашним временам... Мотоциклетчиков был очень известный человек. Это фотограф Сергей Александрович Лобойков. У него был мотоцикл Вандерр. Вандерр это... Вандерр это английский. Английский. Это очень хороший мотоцикл, видимо. Вот он, скорее всего, был даже, по-моему, упомянуто, что привезён из Петербурга. И очень любил Лобойков ездить на нём. У него был домик в районе нынешней Филейки, вот в тех местах. И он частенько летом выезжал и осталось в истории. Видимо, несколько лет он... Ну, по-моему, даже не первый вандерр был, а ещё до того, какой-то мотоцикл. А потом, в основное время, вандерр. Ну, ездили, конечно, как могли, ремонтировали. Наверное, сообщество было очень интересное. Было иметь машину времени, переместиться и посмотреть на собрания тогдашнего байклуба. А ремонт, какие-то местные кулибины, что-то там изобретали, как-то покручивались. Если у нас ещё в 80-е годы вручную в гаражах разбирали неразборные узлы от советских машин и иномара, и то, что невозможно вообще технически с точки зрения инженерной сделать, делали, то и здесь, наверное, делали. Я полагаю, это выглядело примерно, как ино про графа Лёстра. Помните, эту карету узнец разобрал? Вот, наверное, примерно так же. Есть воспоминания о ремонте, но это чуть более поздняя эпоха, вернёмся. Ну вот, наступил 13-й год, и все мотоциклы были, конечно, конфискованы для армейских нужд. Были в российской армии целые роты саморачив, они использовались в очистке развед и фельдсвязи, для их-то даже перевоз и пулемётов наподобие Аляски. В общем, использовались в мировой войне, хотя первые мировые машины были несовершенны. И я думаю, что там они все и погибли, потому что следов практически не осталось. Хотя в Ирове у одного коллекционера есть пара таких, скажем так, островов, мотоциклов из, может быть, из 10-х, из 20-х годов. Но собрать их и установить историю невозможно. Они вернулись как-то потом с фронта? Нет, нет, конечно. У нас и после Второй-то мировой не возвращались, а протеи говорить. Там же всё, там же такое движение масс было, и все эти волны событий, они смели и предыдущих владельцев, собственно, возвращать-то потом уже, скорее всего, некому было. И вообще частную собственность обменили. Но были мотоциклы, наступила другая эпоха, города завесили красными транспарантами. В 20-е годы, да, уже? Уже, да, после событий известных, с лозунгами «даёшь, да здравствует» и прочее. И наступила другая эпоха. Вот, естественно, первые годы, ну, мотоциклы, я полагаю, были. У нас всё-таки в Вят, ещё не в Ирове, в Вят были и военные части, и я полагаю, что, может быть, не у частных лиц, а вот где-то для служебных целей были. А массово стали появляться в 30-х. Ну, как массово? Вот, если смотреть известные фильмы, довоенные, 30-х годов, вот там, кто помнит, трактористах, Ладынина ездила на мотоцикле, эти почтальоны, мотоциклы, это скорее ИШ-7 или ИШ-8 марка была, если не импортный какой-то. Но, вот, знаете, вот, не каждый колхоз мог купить себе, позволить мотоцикл... Из-за дороговизма? Конечно, конечно. Вот, даже, по-моему, если, где-то я читал, что если 5-6 колхозов спинулись, то они вряд ли бы потянули в 30-е годы на такой мотоцикл. Тем более фантастика, чтобы какой-то имел и армейский чин, скажем, в звании там старшего лейтенанта, где-то имел в гараже, ну, если он не герой какого-то там, Хасана, Холхингола и прочего, да и то это тоже маловероятно. Имел бы в гараже мотоцикл, который отдавал бы своему сыну, чтобы тот начался спасать свою девушку или куда-то просто по своим делам, там, на свидание ездить. Это художественный выносил очень. Это желаемое, задействительное. Мотоциклы были, конечно, и в колхозах, и их-нибудь там могли быть героев-стахановцев, потому что награждали уже вот в середине 30-х. Поначалу это были импортные, завозились, а потом начали разрабатывать. У нас интересная история наших мотоциклов, отечественных, конечно, первый был совершенно никуда, назывался он «Союз». Иж один он немногим отличался, это была огромная неподъемная машина. Вот знаете, в Японии, говорят, вводили правила, и человек мог получить права на мотоцикл, если он сможет поднять его из лежачего положения. Вот я думаю, первый советский мотоцикл вряд ли бы потом смог. Первые советские мотоциклы наверняка были скопированы с какой-то технику, потому что разработки были заимствованы. Если не целиком, то было заимствование. Но опять, если мы ближе к войне, то было очень опасно что-то необдуманно заимствовать. Тут был один известный разработчик мотоциклов в СССР, который очень большой вклад положил, конечно, в развитие мотостроения. Но перед войной он где-то в конце 30-х имел неосторожность похвалить немецкую технику, за что был немедленно арестован. За преклонение перед немецкой технику. Вот так вот штамп уже поставили. Преклоняешься, попал в лагеря и сгинул. Это как раз те самые суровые годы. Конечно, заимствовали. Но основные марки были перед войной. Может быть, даже они в Ириве были. Во-первых, мотоцикл пензенского завода. Назывался он ПМЗ. А шифровался, попробуй меня заведи. Потому что было убогое... Ну, это народная шифровка. Народная, народная, да. И второй мотоцикл был, это ТИЗ АМ-600. Это что он назывался? Это вот у него была кубатура 600. Он уже был солидный мотоциклет. И вот самое печальное, что я где-то в начале 2000-х я напал на след такого ТИЗа довоенного у нас в Ириве, который долгое время стоял в Маккаре. И у него была легендарная история. Но, к сожалению, я чуть-чуть, буквально несколько лет не успел. Мотоцикл был вывезен в деревню, где благополучно погиб и был разобран на металлолом. На металлолом. Ну, какие там запчасти? Они уж ни к чему не пригодны. Ну, а если вспомнить про Ладыни, ну, это, конечно, для нее бы был неподъемен. Это ТИЗ или БМЗ. И были уже небольшие ИЖ, это ИЖ-7, ИЖ-8, и неприхотливые одноцилиндровые легкие мотоциклы легчайшие. Это уже не мопеды, конечно, Первые мировые. Это уже были машины. И вот их-то уже в городе, в нашем, можно было отследить, потому что сохранилась масса предвоенных фотографий, где различные мотоклубы появился. Это у нас ОСАВА, ОСАВИАХИМ, позднее ДОСАФ, это был Кунинг, и поэтому готовили у нас, конечно, интенсивно службы защиты отечества, парашютистов, там, где-то, ну, у нас парашютистов, конечно, нет, но парашютистов, там, стрелков, там, радистов и мотоциклов, конечно, мотоциклов, может быть, они не были в обиходе, но в основном пацаны, вот, из желающих, могли записаться в этот ОСАВИАХИМовский, ДОСАФовский клуб и участвовать в мотоциклах, там, а солидные уже спортсмены участвовали вообще в пробегах, вот, куда-то. Иров, Ижевск, там, или даже в Ленинград куда-то побежали, смело-смело. Это очень красиво все выглядит, да, толпы провожающих девушек и бросают в воздух Чепчик, и играет духовой оркестр. Ирёв моторов. Да, там говорят, и это дядь из трибуны говорят речи, но когда ты уехал, и сразу за городом, в районе Кминтерн, ты попал, вот, в такую погоду, например, 28 апреля, ты попал в непролазную грязь, и все, и кранты. И вот едешь, это ладно, там, наш батюшка Байкер, он до Питера, там, гонял на своем мотоцикле, сдавал взамен на звание «железная задница», там, без остановки доехать. Ну, а тогда хоть на железной, хоть на деревянной, это не по асфальту, там, на хорошем мотоцикле, где, в принципе, только это. Одной ручкой шевелить можно, там надо специальную физподготовку, чтобы рулем в грязи поворачивать. Да, не упасть. На Урале в свое время доводилось ездить. На Урале? По бездорожью, да. И потом... Я только с коляской на Урале. И вот после такой езды они просто отпадали. Вот, а когда ты часов, там, 8-10 ты стремишься проехать, то пусть тебя даже, как вот Остапа Бендера, где-то в каком-то городе, в погоне, там, по бездорожью и разгильдяйству, на машине, ладно, ты приехала на мотоцикле, то это очень выматывали. Пробеги, но, тем не менее, были массовые, любили люди, любили зрелища, пацаны стояли, смотрели, мечтали стать мотоциклистами, а многие ушли в армию, получив права. Это мы все про 30-е еще говорим. А насколько легко было обзавестить его, насколько сложно было обзавестить его? В 30-е, не, 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 в 30-е, вот я говорю, что колхоз не каждый мог себе, а на Вятке вообще там половина... То есть свободной продажи их не было? Если бы целый район, все колхозы были, ну, может быть, и были, потому что были же в продаже. Это там, и это М, и это там эти имы, машины до войны официально. Наверное, они были, но я мог позволить, а скорее всего наградили. Вот на шахте ты там за сутки 150 планов выполнил, и, естественно, тебя там мотоциклом могли наградить. Нет, подождите, у нас-то какие шахты? Ну, что у нас, тоже что-то может производство. Тоже были стахановцы, но стахановцев было множество. Единственное, что стахановцы в 30-е годы, они стояли в очереди за мануфактурой, к примеру, 6 часов в стахановской очереди, а не 24 часа, как простые смертные граждане. Поэтому не до мотоциклов, а таких выдающихся, надо смотреть, но вот пока не попадалось, чтобы наградили, в основном для обучения молодежи военному делу. Вот, ну и наступила война, конечно, все мотоциклы были связаны со всей области, вот во двор на нынешней Пятницкой 2, Степана Халтурина 2, отремонтированы и отправлены к армии. Перекрёсток для Пятницкой и Казанской ныне тут, рядышком. А сколько примерно можно было? Мотоциклы несколько сотен. Несколько сотен, да. Огромное количество там. В клубах, везде, в районах ведь были клубы, там все равно по 5-6 мотоциклов где-то. Страна снабжала, тем более ИЖ, Пенза и другие там начинали заводы. И это, ну, с войной. Там дальше была вообще интересная, призабавная история. После войны или во время войны? Перед войной. Перед войной. Давайте расскажем на паузу, идём небольшой. Уже стало известно, что грядёт война, и надо было вооружать Красную Армию и моторизировать. Мобильные делать. Делать, да, мотоциклы, потому что вот та же Германия, уже у них определённые мобильные группы на мотоциклах, а у нас этот ПМЗ, напомню, попробуй меня заведи, все было весьма проблематично. Хотя и на них воевали как-то вот, может быть, даже и всю войну до Берлины доехали. Но, тем не менее, надо было хороший мотоцикл. Вот, поэтому разными путями привезли у нас несколько мотоциклов, в том числе Харлей Дэвидсон легендарный. Они у нас ведь были, Харлей, вот с самого начала. Вот я говорил, что если Лобовиков ездил на Ван Дэрере, он бы мог, на Харлей Дэвидсон, на таком бренде распроченном, точнее он назывался Харли Дэвидсон тогда. Это потом уже как бы... Ударение перенесло. Транскрипцию, да, сменили. Харли Дэвидсон, вот первая реклама. Тогда вот перед войной Харлей привезли уже, видимо, этот ВЛА-42, знаменитый, Валуй, называют американский, или там аналогичную марку привезли, по-моему, Гном Рон из Франции. Гном Рон была у них фирма Ван Дэрер, Триумф из Англии, еще другие там мотоциклы, чуть ли не польские там. И устроили пробег Ленинград-Сверловск. Ну, естественно, по бездорожью, естественно. Вот, замечу, что вот наши ПМЗ и ТИС, они скончались в первую очередь, потом скончались легендарные американцы, потом все остальные, и выжили в основном немец и Марк. И вот такой был мотоцикл. Это примерно какой был? Перед войной, это, наверное, был где-то 39-40-й. И выжил немец и мотоцикл, который имел оппозитный двигатель, вот назывался он БМВ Р-70. Вот, и решили, видимо, каким-то образом взять его на вооружение, скопировать один к одному. И назвали его, БМВ Р-71, прошу прощения, назывался. Назвали немудростая лукавая М-72. Разобрали до винтика, ну, там, может быть, это были некоторые изменения. И вот получилось то, что сейчас вот является предтечей нашего Урала. Я на таком выезжал, это года два назад, вот, поза тот год, потому что тут уже не было у меня есть такой мотоцикл. И, причем, именно нашей сборки, вот, нашего же завода. А какого выпуска? Который стал 33-м заводом, вот, нынешняя ВИТЭК, и войну он собирал. Какой год выпуска? Это теперь, да? Военного, у меня, у меня, где-то, послевоенного. Послевоенного. Ну, основа, вот, есть некоторые признаки, которые мы собирали здесь. Так, нам нужно сделать небольшую паузу. Все-таки напомню, что это программа сделана в ВИТЭКе. Мы сегодня историю мотоциклов на ВИТЭКе и в Кирове. Сегодня по этому поводу говорим. Наш гость Евгений Питунин, историк Крайвет, руководитель Музея инженерных наук ВИТЭК, президент ВИТЭК-ритро-клуба. Очень небольшая пауза. И теперь продолжим. Наверное, не сугубо, но все-таки в основном на сегодня такая мужская тема. Мужики интересные, в первую очередь, здесь мотоциклы. И, кстати, хочу сказать, почему мы сегодня затеяли такую тему. Завтра, 29-го числа, байкеры наши соберутся на открытие мотосезона 2017. Это двадцать иммуниверситетом. Да, на театральной площади. Ровно в полдень, по случаю праздника, на театральную площадь пригонят даже настоящие бронетранспортеры Евгений Альбертович. В 13.00 раздадут гюрихские ленточки. Программа праздника предполагает много сюрпризов. Студенческий флешмоб, показательные выступления спецназа. Рок-группа будет выступать. Будет освещение мотоциклов. Визит запланирован губернатора. Фотосессия от геометрии. Спортивные соревнования. Ну и авиатские казаки там еще будут присутствовать. Вот такой большой праздник. Приходите, будет интересно. А мы вернемся к нашим брутальным... Ну, в послевоенное время. В послевоенное время. В военные годы нельзя было увидеть мотоциклы у нас здесь. Чуть-чуть, два слова. Естественно, мы скопировали, возмутились в Германии. А мы ничего, мы так вроде сами сделали. И много очень было споров, что, ну, естественно, аж исперли вроде это BMW. А недавно прочитал интересную версию, что это, оказывается, была оперативная игра германского генштаба. Они нам впарили уже устаревшую модель BMW R71, хотя у них была более совершенная модель BMW R75. Известен модификации Сахара. Там было только две задних передачи и все-все. Но, тем не менее, вот эти самые выносливые, неприхотливые, неубиваемые мотоциклы, они прожили всю войну. Они некоторые до наших дней. И вот завтра на шоу, я думаю, что вы один из М-72, вы увидите. Надеюсь, что погода позволит и можно будет выехать. Вы его лично? Ну, нет, нет, нет. Коллеги? Я в свои... У меня у гаража, там еще грязи по колено. И мне придется как на фронте его вытаскивать и тянуть чем-то там. Хорошо. И биллесом вытягивать. У нас наступило послевоенное время, конечно, мотоциклов было тоже немного. Интересно, что пошли мотоциклы армейские и стали списывать вот эти же Харлеи в ЛА-42. Они попали в милицию. И после войны, уже начиная с 1947 года, Ирвская милиция гоняла на Харлеях. Потом вот пересела уже на эти же М-72. А сейчас на БМВ ездят. Тогда были синие, с красной полосой еще мотоциклы. Кто помнит, был великолепнейший развод мототехники на театральной площади милиции. Но, тем не менее, упить было сложно. Простые люди стали по репарациям у нас работать заводы в Жевске. Туда отправили из Германии оборудование для производства мотоцикла ДВНЗ-350. Стали делать вначале ИЖ-350, потом легендарный ИЖ-49. Чуть модифицировали. И дальше пошла линейка ИЖ. Туда же в Москву отправили оборудование для производства мотоцикла ДВРТ-125. Это легкий мотоцикл. Назвали его Москва. Отличный мотоцикл был. Потом отправили часть в Минск, что положило начало минским мотоциклам. И часть в РОВ достали А-125, потом в РОВИЦ и все. Вот это вот родоначальник. Все советские мотоциклы, они имеют свои корни в небесах. Ну, это известно. И все. Но, тем не менее, было не упить. Были мотоциклы дефицитом. А после войны хотелось. Потому что уже повидали, посмотрели. И, оказывается, после войны промышленность Германии работала по репарациям. И можно было купить в любом колхозе, в любом районе ИРС и области. Прийти на почту и через посолтор заказать великолепный. Да, в прошлых передачах говорили о том, что по почте можно было выписать. Ну, конечно. И через это пережили, поубивали. Разное там ЕМВ, БМВ, ДКВ, НСУ мотоциклы и прочую технику. МЦ-ты уже позднее пошли немецкие. И вот мы подошли к нашему. А массовый рассвет байкерства, мотоциклетного движения начался, скажем так, в 60-е годы. Вначале мотоциклы были еще очень недоступны. В основном стали появляться... По цене недоступны. По цене и по... По предложению, собственно. Да, по степени дефицитности стали появляться у нас более-менее и виды техники, как мотовелосипеды, велосипеды с моторчиком и мопеды с педалями. Если даже кто помнит, и но хозяин Теги, вот там уже солидный дядь, где-то на лесоповале, уже без мотоцикла, на мопеде там куда-то. Кстати, и легче полез вот и проехать, и все это такое. А в 60-м уже относительно доступны стали и «Жевс», и мотоциклы «Минс». И поэтому уже пацаны мечтали о мопедах, собирали по подвалам велосипеды с моторчиками. Вот это пошла мото-мания. Конечно, и клубы работали в 60-е, 70-е. Были знамениты гонки на льду соревнования по спидвее. Тогда, вот я считаю, что это золотой расцвет мото-эпохи. И в детстве, когда я подходил к центральному рынку, машин было мало, а там вот еще не было павильона, но со стороны улицы Пролетарск, и там мотоциклов стояло, мама не горюй, там всех, вот мне интересно было, и велосипеды, и мопеды, и это эти ежи, и вместо ляски был деревянный ящик. Короб такого дерева привезти к лесу. И все ездили без шлемов, шлемы вели где-то году, наверное, в 72-м обязательно езда в шлемах, а до этого, нет, это твои личные проблемы были. А номерной знак нужен регистрация? Номерной знак был, конечно, регистрация. Вначале они были послевоенные, это черная буква на желтом фоне, потом черный фон, белая буква, потом вот эти. Вот так ездили, то есть где-то вот интересный ТИС, вот, о которой я говорил, он тоже фигурировал, и асфальта немного было, вот, например, в Ленгасово нельзя было проехать, вот не было дороги на Победилово, а ездили через РУС, через Старомосковский тракт, по лесу на мотоцикле, то есть там действительно надо было иметь. И вот сейчас вот, если даже люди жили бы там на 50 лет постарше, то, ну, нормально, зато это легко добраться, пусть там тещу в коляс уже, ну, куда-то, да, вот в такую погоду там куда-то сгонять, съездить, это в порядке. Да еще в районах еще в 80-е годы-то жили, вот. А потом, когда уже стали мотоциклы еще доступнее, то наступил и насмотрелись фильмов западных, когда немного в 80-е годы там хлынуло, ну, импорта еще не было, но в основном собратья по лагерю социализма поставляли на мотоцикле Панония, и главное-главное, это легендарные Явы с 60-х годов были. Но Ява это такая роза была. Да, не купите, ездили в Ленинград, или в Казань там доставали, но тем не менее, вот, 70-е прошли, и в 80-е, да, небольшая такая. Вот теперь появились в Ирове Ди и Ро-Эры. Почему-то Бай-Эры, слово, еще у нас, ну, и они Бай-Эры были, потому что вот клубы были там Дикая Дивизия, еще что-то. Дикая Дивизия, Мотоклуб. Да, я даже всех и не упомню сейчас, но вот это были-то и ребята на... Они что, хулиганили? На ежах или на явах, причем тенденция была жутко задирать сидение вот над задним лесом под углом 45 градусов, и вот бедная девушка или кто-то, если сзади ехал, то это надо было усидеть. Этот центр тяжести нарушался, мотоцикл становился ранее опасным, но тем не менее, ужасу обывателей, они гоняли целыми табунами по дорогам, они могли взять в коробочку таксиста или там автобус какой-то, ездили, я помню, стоя на стреминах, вот мчались по Ктябрьскому проспекту, кто-то вообще мог встать там на сиденье каким-то образом, но вот сколько их побилось, это тоже вот надо сосчитать. Но госавтоинспекция за ними, видимо, пыталась как-то? А пытались, тогда был первый мото-взвод или мотоотделение, еще без импортных мотоциклов пытались, конечно, но это тоже ничему хорошему не привело, потому что одни гонятся, другие убегают, и в процессе погони тоже люди, молодые люди травмировались, убивались, вот, в общем-то, это все ушло на ноль. Ну и, конечно, эти переделанные явы и ежи долго не прожили, потому что при таком режиме эксплуатации неумело переваренные, ведь кто-то умудрялся у Минсков и даже восходов вот эти крылья задирать, но интересно бы найти... Вставки там делались, для музея вот кто-нибудь, может, отдаст такой сохранившийся экземпляр вот именно своей явы, задранной, я бы его с удовольствием бы сохранил, может, даже вот на такое открытие байк-шоу завтра можно было смеха ради показаться, вот, с осетным магнитофоном, иж, с музыкой, айцоя там еще с ими-то атрибутами, чтобы вот именно продукты эпохи, но пережили через это. Вот в 90-е годы уже стали появляться импортные мотоциклы, вытеснялись, а советские мотоциклы, в принципе, неплохие для своей эпохи, они, конечно, устарели и получили такое пренебрежительное название совпоциклы. Хотя, так или иначе, ностальгируешь по нему. И вот первое байк-шоу, которое наш незабвенный отец Александр Перминов проводил возле Спасского собора, тогда еще часть была маленьких, этих импортных, самых крутых, а часть была совпоциклы, которые себя, или там стали переделывать Уралы, там вся разная, чопперили там их, то есть делали чоппер, убирали все лишнее, делали вилку, высокий руль, ноги вперед, вот как-то ездили, хотя, да, вот эти Ураловские цилиндры, они очень для ног неудачно расположены. Да, они же горизонтальные, да, да, да. Да и сейчас иногда попадается, смотришь, вытаивший байкер на таком Урале, вообще чуть не вверх, там выше головы откинуты, ноги вперед и едят. Молодец, уважаю, вот что сохранились. Ну, это в принципе уже общие мировые тенденции делать мотоциклы, потому что сейчас вот, например, та же Марк Харлей выпускает в основном двигатели, твоеобразные, знаменитые. Есть масса там тюнингов, другие, даже вот была целая передача, делали под любой заказ, что ты хочешь, что и сделают. Он вроде как Харлей, но он не классический, индивидуальный рисунок. Подходим к концу, к сожалению. Жаль, тема интересная, можно говорить бесконечно, но мы так пробежались по основным, я думаю, вспомнили все свои молодости, надеюсь, будет у нас музей мотоциклов, приглашаю еще раз всех завтра на открытие байк-шоу. И кроме того, 9 мая в Кирове традиционно состоится пробег авторетро машин, в 11 мы на площади Конева, в 12 оттуда едем и где-то с пол первого мы располагаемся на театральной площади напротив главного корпуса университета. В том году у нас было 55 единиц техники, в том числе были интереснейшие мотоциклы. В этом году, заканчивая тему мотоциклов, что тоже люди подготовятся, сейчас просто не все сумели завестись из гаражей, вытащить свои мото-клесли, а вот 9 мая, я думаю, что их будет побольше и наряду с машинами всегда можно будет сфотографироваться на фоне мотоциклов. Вот с наступающим его спортом. Да, конечно, что уж с 9 мая. Спасибо, Евгений Питонин, историк, кроевет, руководитель Музей инженерных наук ВИАТГУ, президент ВИАТСКОГО ВИАТСКОГО Клуба. Скоро встретимся снова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова